Этот проект, конечно, оказался там тяжелее в несколько раз, чем я предполагал, и во много крат интереснее, чем я мог вообще предположить себе. Огромное количество нервной энергии накатывает на тебя там каждые три дня, когда люди выкидывают кого-то одного, и ты стоишь среди вот этих огней и факелов, и каждый человек, который идет голосовать, он проходит мимо тебя и тебя готовит такой волной абсолютно, такой материальной. Сегодня мы второй раз пришли на совет племени, вы уже готовы к тому, что сегодня произойдет. Один из вас уйдет, после совета племени он сразу покинет остров. Ну, мы же тоже люди, да, и поэтому любой человек, который уходит, и он, может быть, там, не очень симпатичен в своих каждодневных проявлениях. Мы, как бы, жизнь наблюдаем с утра до вечера. В то же время, когда человек уходит и, скажем, отдает свой последний голос тому, против кого он боролся последние пять дней, это, как бы, тоже что-то меняет в тебе и в однозначности твоих суждений, симпатии, антипатии. А он кусает. Да что, от лишня. Это мертвая рука. Ну, какая мертвая рука, она меня укусила. Давай, я оторву. Оторву. Теперь будет мучить ночью кошмар. Он сказал, что это похоже на малосольную рыбу. Я, конечно, такого не ощутила. Конечно, там, тема голода и просто чисто физического существования, она стоит, в общем, очень серьезно. Выживание, мне кажется, в другом. Насколько силен ты внутренне, насколько ты в состоянии сохранить себя, сохранить свое человеческое в нечеловеческих условиях. Здесь просто сконцентрированы те препятствия и те проблемы, которые в жизни просто плавно распределены по нашим, как бы, дням. Каждый человек знает, на что он идет, да, и каждый, видимо, знает, за что он борется. Но, как я уже сказал где-то в начале этой программы, там, не каждый понимает, что он может потерять. Потерять можно многое, потому что они могут столкнуться с тем, что люди к ним начнут относиться по-другому. Потому что они увидят что-то, что человек не проявлял раньше. И человек, каждый из нас, там, годами, в течение всей своей жизни, как бы, создает себя, создает свое лицо, создает свои, как бы, порядок своей жизни, так, как он хочет, чтобы его воспринимали. И какая-нибудь глупость, вроде горточки риса здесь, она может разрушить все. Но я уверен, что даже при ситуации, когда каждые три дня племя должно съедать кого-то из своих, даже при этой ситуации могут обнаружиться, как бы, как вершина духа, так и подлость, коварство и все, что угодно. И, как бы, искусство, ну, что ли, души там каждого, да, и наше искусство, как наблюдателей, увидеть не только низкие истины, но и проявление чего-то очень важного. Это вы, Борис? Ну что ж, Дэн. Лемя решила? Да. Ну, соплеменники, прощайте. Удачи большинству из вас. Ну что, съели вас? Так точно, съели. Благополучно. Ну, первое, то, что все-таки в силу разности возрастов, как с самого начала не очень, ну, средний возраст, наверное, 25-26 и 63. Есть какая-то разница. Там контакт трудно устанавливать, хотя все-таки какой-то установится. Ну, и второе, я предполагаю, что, ну, почувствовали во мне опасного и сильного конкурента. Я предполагал, что это будет, но предполагал, что это будет, не предполагал, что это будет так быстро. Сразу же сложились коалиции. Там два-три человека договариваются, что вот надо кого-то убрать. Наверное, я как раз и вот этого-то и не продумал. Надо было тоже начать, но я, так сказать, как честная Маша, решил, что, ну, все будет идти естественным путем, лишь там, где-то. Я не почувствовал, что надо было раньше самому, может быть, эти коалиции организовать. Или участвовать раньше. То есть опоздал. Кто не сказал, кто-то опоздал. Пожар, что-нибудь есть? Кокосы. Кокосы вяленые, пареные, копченые. Ну, давай. Мы живем практически собирательством. И женщины в основном в этом у нас специализируются. Какие-то травы нашли, цветы уже распробовали, салат чаровой. Ой, отлично сделали, такой даже на грибной похож. Прожить там, в принципе, можно. Вот были крабы, кокосы. Ну, не нравится, но все равно есть можно. Потом какие-то плоды, мы все пробовали на зуб. Надо отдать должное Наталье. У нее какая-то врожденная охотничья способность. Она какие-то водоросли, она же нашла, притащила. И мы вот в этот рис, уже когда огонь был, мы как салат делали. Они нормальные водоросли, они солененькие. Она притащила какие-то такие плоды, которые, кстати, как нам сказали, потом все очень повышают потенцию. Горькие, правда, но их есть можно. Мне очень нравится Наталья Тен. Да, очень. Вот человек, ну, по крайней мере, настолько, насколько я знаю, на нее можно положиться. Хотя здесь она такая, вроде бы, экзальтированная, дерганная. А вот, а вот, это все так, сверху. Вот это единственный человек, которого нельзя было трогать. Она бы трагично пережила, если бы ее первые убрали. И все-таки люди на это пошли. Для меня это непонятно. Ведь можно было человеку жизнь поломать, между прочим, вот в той ситуации. Мы помним, что на прошлом совете половина племени голосовала против вас. Сейчас вы думаете, что-то изменится. Мне кажется, что будет такая же напряженная ситуация, как и в прошлый раз. Но вот говорить, какой будет расклад, я не берусь, потому что я не могу предсказать ситуацию. Но обидно, ведь не так-то все равно. Нет, нет, нету абсолютно. Для меня программа максимум была. Максимум попасть в финальную восьмерку, программа минимум не вылететь первым. Я вылетел третьим, ну и по общему счету. Так что, да, я считал, что я долго продержусь. Программу максимум не выполнил, не удалось. Ну, слава богу, и минимум избежал. Поскольку я очень, скажем так, такой человек, достаточно впечатлительный и романтичный, как какнул первый раз, когда из окна самолета увидел зеленые острова на разноцветном море, где в зависимости от глубины меняется цвет воды сверху, как вот так, ну, первый раз. Так вот с этим открытым ртом там все время и провел. Вот. Ну, я просто, я получал удовольствие от каждого дня пребывания. У меня очень мало отрицательных эмоций было, как таковых. Ну, то, что вылетели-то, обидно, например? Да, конечно. Конечно, обидно. А какой смысл начинать игру, если не надеяться на выигрыш? Конечно, обидно. Что вылетел, по идее, вторым в команде, то есть... Ну, в самом начале, то есть, в самом начале совершил какую-то ошибку. У меня есть другое предложение по поводу туалета. То есть, стоит вот здесь лопата, да? Да? Человек уходит, копает ямку, закапывает, да? Вот в каком-то в том направлении. Если лопаты нет, значит, кто-то там вернулся, лопату воткнул. Ну, у меня должность, я директор, да? И если ситуация чуть-чуть отклоняется от нормы на предприятии, если я это дело вижу, то это нужно управлять немедленно, потому что... Ну, чтобы не пошел разнос с точки зрения работы предприятия, то это должно так и быть. Здесь же, в этой игре, здесь можно было... Вот эти любые отклонения от какого-то нормы, начинает не хватает дров для костра, там, и кончает тем, что палатка протекает. Это можно плюнуть и забыть, потому что это... Это может быть, наоборот, хорошо для застижения твоей цели. Люди будут звенщены, начнут какие-то ошибки делать. А я, в связи с тем, что не успел переключиться на игру, просто не о том думал-то. Нужно было больше за людьми смотреть, а не за костром и крабом. Нам повезло, что вот букашек-таракашек и мошек этих на нашем острове было гораздо меньше, чем на втором. Другая команда, когда они приехали на первый конкурс, вот, слезы жалости потекли по нашим лицам, когда мы их увидели, потому что это каждый человек был один сплошной укус. Вот. И мошка не давала спать. У нас, слава богу, нас не донимала ни мошка. Скорпионы заползали в лагерь, их гневно изгоняли, накалывая на иголочку. Серега, Серега, придавливай его листом. Серега, он убежит. Да я его сейчас с земли проголажу. Все. Машки куда-нибудь этого самого, а? Что мне сускочил, он второго. Он живой еще, он протворяется. Я считаю, что я понял, в общем, главная ошибка, что не нужно было... Надо было начинать, грубо говоря, играть с первого тура и убирать человека, не того, который мешал нормально отдыхать на острове. Убирать такого человека, который потом может сколотить вокруг себя коллицу и убрать меня. Вот. Это для меня достаточно большой опыт. Положительный, скажем так, приобретенный. Я все равно считаю, что... Я не расстроился. Сыграв вот в эту игру и закончив ее тогда, когда я закончил, у меня все равно нет отрицательных эмоций у меня. Я всем доволен. Ну, второй раз, я думаю, что сыграл бы совершенно иначе. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! У-у-у-у-у-у-у! Субтитры создавал DimaTorzok